Всем привет, дорогие мои друзья! Доброе утро! Я решила начать это видео с такого прекрасного московского летнего дня, вернее даже утром. У нас сегодня понедельник, 6 июня. Я тут приехала на чистые пруды по делам. Вообще день у меня сегодня будет довольно-таки насыщенный. Сирень в этом году поздно расцвела. Обычно она уже к июню все отцветает, а тут, видите, только-только, потому что была очень холодная весна. Так, тут косят травы громко. Люблю запах свежей, скошенной травы и запах сирени. И вообще лето. Это так прекрасно. Правда, у нас довольно прохладно. Я в курточке. Ну как прохладно? Градусов 17, наверное. Днем до 21, так что не слишком-то холодно. По-моему, сейчас тепло только в Сибири. Я вот так смотрю. Пишут мне даже девчонки. Там в Томске, в Новосибирске жара. А, ну еще, по-моему, в Ростове тоже мне писали, что там жарко. А у нас тут прохладно. Так, вот мы с вами и до пруда дошли. Итак, да, у меня сегодня день насыщенный. Я сейчас иду здесь по делам. Потом куда-нибудь зайду позавтракать, потому что я еще не завтракала, только выпила кофе. И я взяла с собой ноутбук. Сегодня я буду плотненько очень работать над мастер-классом по чайке. Вчера я закончила делать все фотографии процесса. Там получается довольно-таки много фотографий. И вообще он очень объемный получается, этот мастер-класс, потому что много аксессуаров. И я вот думаю, что вообще, может быть, мне разделить не то, что разделить, а сделать не один большой, такой огромный мастер-класс. Может быть, мне сделать, ну, типа, три тарифа, три варианта. Например, один базовый, где будет только сама чайка, будет к ней круг спасательный. И, ну, и шапочка, наверное, Бинни, потому что она такая более, самая универсальная, так скажем. Вот. Потом сделать вариант, где будет все, где будут все аксессуары. То есть шапочка с сапожками, зимняя шапочка-ушанка с валенками. Потом вот этот вот морской костюмчик. Морской костюмчик и шляпа с бабочкой. Вот для тех, кто хочет прям все четыре варианта связать. И будет еще один вариант, где будут только аксессуары отдельно. Это для тех, кто сначала, например, приобрел базовый вариант, но потом решил, что он хочет связать еще другие аксессуары тоже. Вот, чтобы была такая возможность просто купить отдельный, отдельный, ну, в общем, отдельный мастер-класс с аксессуарами. Просто, возможно, не все хотят вязать прям все четыре варианта, да, все четыре варианта шапочек и так далее. Может быть, кто-то хочет просто базовую, просто чайку и там к ней круг. И все, и больше ничего не хочет. Поэтому, может быть, так будет даже логичнее и проще. Ой, тут, смотрите, улицу помыли. Как будто бы с шампунем. Утром я вышла из дома, было такое солнышко, а сейчас более пасмурно. Но все равно хорошо. На улице хорошо. Делюсь с вами кусочками Москвы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришло лето, пришло время холодного пуфера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И, слушайте, у меня еще такого не было, чтобы у меня было больше 200 фотографий. Это вот 216 только процесс вязания, плюс еще вот сколько общих фотографий. Ну, как бы вот, практически, наверное, сколько тут, 230, наверное, может, даже больше будет фотографий. Вот, все максимально-максимально подробно. Поэтому, да, сегодня у меня в плане полностью сделать базовый тариф. Вот, я уже сделала, так, обложечку только что сделала для него. Вот она, Чайка Марти, выбрала такую фотографию. Так что, вот, все. Буду сейчас работать. И думаю, что до вечера я прям засяду. Засяду и не встану, пока не сделаю. Ну, переживчик на обед, конечно, будет. Так что, вот, такие дела. Все, друзья мои, я ушла. Мне нужно еще сделать пару фотографий, потому что я поняла, что я не всех чаек сфотографировала. Мне нужно сфотографировать еще вот этих вот двух красавчиков. Это самую большую пряжу Глазга и вот это вот Himalaya Dolphin Baby Fine. Да, и хочу еще общую фотографию. Тут вот пять, шестой еще нет. Ну, в общем, всех шестерых можно еще и вместе сфоткать будет. Тоже, чтобы я всю эту информацию внесла в мастер-класс. Вот, чтобы показать, что они могут быть выполнены из разной пряжи. И все это по одному и тому же описанию, по одному и тому же мастер-классу. Так, у нас уже половина седьмого вечера. Собственно, как я и говорила, весь день у меня сегодня за работой. Итак, я сейчас здесь фотографировала, снимала видео, чтобы показать вот весь полный комплект, что же есть у чайки. До этого я делала фотографии вот здесь, общие. Тут уже, правда, все разобрала. Зажигалка, зажигала свечку. В общем, тут пять чайок. И вот тут у меня шестая. Сейчас расстелила эту, как она называется, крафт-бумагу. И снимала для Инстаграма. Ну, и фотографии тоже делала. Вот. Я думаю, что, наверное, послезавтра, когда у меня выйдет мастер-класс, я все-таки сделаю пока что только два тарифа. Это полный и базовый. А если вдруг кому-то понадобится потом докупить отдельно, то я тогда сделаю. Потому что мне кажется, что... Ну, в основном будут покупать либо чайку, либо все вместе. Так, значит, что у меня входит в базовый тариф? Давайте посмотрим. В общем, вот она чайка. К ней, конечно же, круг. Круг тоже довольно-таки универсальная игрушка. Можно для любой куколки его связать. Да и не только куколки. Не только вязаные игрушки. В общем, любой игрушке можно вот такой круг связать. Дальше шапочка и сапожки. Вот это базовый вариант. И общий, полный. Это будет еще плюс вот такой зимний нарядик. Уж очень он мне нравится. Прям такой классный получился жаккард. Очень простенький, но в то же время эффектный. Шарфик здесь. Такие вот валеночки. Потом морской костюмчик. Шапочка. И вот такой вот, как это даже назвать, воротничок. Да, я его только что, кстати, отпарила утюгом. И он прямо сейчас так хорошо лежит. Мне нравится. Очень аккуратненько. Надо было давно это сделать уже. И это комплект летний. Шляпка. Такая типа соломенная. И бабочка. Бабочка идет на пуговки. Съемная. Так что вот такой вот комплектик. Вот. Что по поводу мастер-класса. Я сегодня оформила базовый тариф. Еще чуть попозже я там проверю. Еще раз вычитаю. И нужно там добавить еще парочку фотографий. Именно общих с чайками. Вот с этими. Со всеми. Со всеми вот этими чайками. Да. Ну и нужно будет там описание на сайт. Еще фотографии. Кое-какие подобрать. В общем. Сегодня еще дела есть. А завтра я уже займусь тогда вот этим вот полным комплектом. И как раз таки успею послезавтра выпустить мастер-класс. Ура, ура. Ой, даже сегодня на улице не выходило. У нас там такое солнышко. Может еще выйду, кстати, не знаю. Прямо аж так стало тепло, жарко. Хотя на улице не слишком жарко. Так комфортно. Птички поют. Вышла прогуляться. Сегодня реально целый день просидела с мастер-классом. Вот. И сейчас добегу до Вальберис. Мне там нужно забрать коробки. Мне пришли для хранения. И зайдущий в магазин там помелче. В общем, вот погода хорошая. Мне жарко. С этой сумкой я уже реально просто столько всего прошла. Столько я в ней таскала тяжелого продуктов и всего прочего. Так что она прям прошла все испытания. Так. Я уже дома. Заролась в Вальберис. Коробочки, значит. Там есть такие варианты. Так. По-моему, там было по три штуки. По четыре, по восемь. Я взяла четыре. Коробочки. Они белые. Сейчас посмотрим. Они были довольно дешевыми. Я так поняла, что меня бесит всякий... Как это называется? Визуальный шум. Вещи, которые у меня стоят на открытых полках. Я хочу все засунуть в коробки. Потому что у меня было две коробки из Икеи. Все. Они закончились. Икея тоже у нас закончилась. Поэтому пришлось искать альтернативу. Итак. Значит. Сейчас я буду собирать. Разбираться, как это делать. Тут вот четыре крышечки. И вот с вами четыре коробочки. Есть инструкция. Надеюсь, я справлюсь. Оп. Так. Ну, давайте посмотрим. Так. Дальше. Дальше. Загнуть сначала. Загнуть сначала вот эту. Загибаем. Потом две боковые. Ага. И потом загибаем последнее дно. И доставляем бы сюда. Так. Оп. Готово. И теперь крышечку. Так. Сначала мы... А, ну здесь, в принципе, как в Икее, по-моему, все, да? Здесь, в принципе, как в Икее. Все, я поняла. Да. Так. Оп. И вот так. Вот крышечка похожа на Икейскую, а сама коробка нет. Она, конечно, такая хлипенькая. Но за такую цену, мне кажется, очень даже ничего. Ох. Смотрите, красота. Она довольно-таки неплотная, да? Но для хранения чего-то не тяжелого, то есть там не нужно хранить посуду или что-то такое в ней перевозить тяжелое, но я планирую здесь хранить либо пряжу, либо какие-то материалы для вязания, либо готовые игрушки, чтобы они не пылились. Мне кажется, для таких целей прям вообще идеально. И размерчик такой хороший, то есть, ну, она прям не совсем маленькая. Сейчас я покажу икеевские коробки, которые у меня есть. Вспомните, раньше были вот такие, потом они вышли из продажи. Здесь нету вот этих прорезей. Но она, конечно, такая более плотная, такая более добротная. Так. Здесь я храню игрушечки свои готовые. Так, а вот здесь, здесь я тоже храню игрушки, но это прям, это вот уже потом появились там с такой расцветкой. Они прям такие прочные. И тут тоже есть укрепление сверху. Вот тут вот есть укрепление. Здесь такого нет. Здесь просто вот так вот голая картонка и все. Ну, по размеру, кстати, она соизмерима. Так что, я думаю, будет нормально. Вот эту я прям так хорошенечко утрамбовала. Она прям тяжелая. И здесь такая тоже крышка у нее прочная. Ну, да ладно. Кстати, вот эти коробочки тоже были в Икеа очень-очень бюджетные. Но они, конечно, не сравняты с этими. Но зато эти беленькие. Эти беленькие и прям такие аккуратненькие. Можно что-то там в шкафу хранить, не знаю, какую-нибудь. Какую-то обувь или сезонную одежду. В общем, сейчас посмотрим, сколько я буду собирать. Наверное, все четыре собирать не буду пока, что они мне не понадобятся. Может быть, парочку соберу, потому что я хочу поставить вот туда, на вот эту вот полочку. Раздражать, что она у меня чем-то все время заставлена. Я хочу прям все по максимуму убрать, с глаз долой. Вот, чтобы и прибираться было проще. И чтобы ничего не болилось. Так что сейчас попробуем поставить, как будет по размерчику. Так, всем привет. Еще раз доброе утро. У нас уже сегодня следующий день. Я вот вам вчера вечером уже забыла показать, как смотрятся коробочки. Ну вот, я поставила две сюда. И еще там одну убрала в другое место с реквизитом для фотографий. Мне нравится. В принципе, так довольно-таки хорошо. Ну, а я тут сажусь снова за работу. Вот это я вчера сделала базовый вариант мастер-класса. Вот, он очень-очень подробный. И сейчас буду дополнять его уже до большого набора с полным комплектом, с полным комплектом аксессуаров. Вот. Такую вот фоточку сделала вчера. Вот он весь комплект. И вот тут тоже чайка с комплектом. Так что... Так что вот так, дорогие друзья. Ухожу работать снова. Снова ухожу и не встану, пока не закончу. Вот так. Так, слушайте, друзья. Мне здесь за последние дни несколько человек написали о том, можно ли будет где-то купить мои открытки. Вообще, честно говоря, я об этом не думала. Я когда их заказывала, у меня не было какого-то конкретного назначения для этих открыток. Ну, просто мне хотелось, чтобы они у меня были, во-первых, на память. Во-вторых, может быть, кому-то дарить или вкладывать в заказ. Или в каких-то конкурсах разыгрывать. Ну, в общем, что-то такое, как вот такая памятная вещь. Но раз несколько человек мне об этом написали, хочу спросить у вас тут, что вы по этому поводу думаете. Я подумала, что почему бы и нет, если вам это будет интересно, почему бы действительно не сделать такой постоянный товар, например, в группе ВКонтакте, в Инстаграме тоже. Только нужно посчитать вообще, чтобы это было не слишком дорого, но и чтобы для меня тоже это было не очень накладно. Итак, что хочу спросить. Если бы вы покупали открытку у меня, то какую бы вы выбрали? Вот, во-первых, из тех, что у меня есть, то есть, если, допустим, заказать тиражом побольше, да, чтобы они у меня были. Вот. И, наверное, я предполагаю, что я бы отправляла открытки все-таки не просто так, да, вот там с наклеенной маркой, а я бы их вкладывала в конверт, чтобы она лучше дошла в обычный такой бумажный конверт, который уже почтовый, идет по России, на который уже не нужно клеить марку, сколько он стоит, там, я не знаю, может быть, рублей 40, 50 или 35. Ну, в общем, что-то вот в этом роде получается плюс сама открытка, плюс, конечно же, мое время, чтобы я ее отправила. Нужно будет посмотреть, посчитать, сколько бы все это стоило, с учетом вот этих конвертов и всего прочего. И почему бы нет, я бы тогда напечатала просто побольше тираж и подписывала бы вам открыточку и отправляла бы в ваш город. Ну, вот. Если вы этого хотите, то я это сделаю. Ну, что, дорогие мои друзья, я только что отсняла видео с готовыми работами. Вся вспотела, у нас прям жара началась. Сделала сейчас аватарку, вернее, превьюшку для видео. Все, показала вам всех своих чаек, все вам рассказала. Вот, все, мы отснялись. Ой, забыла только вот эту шапочку показать. Такую вот, с блестками. Ладно. Сейчас будем это все прибирать. А мне так нравится, как тут смотрится вот эта чайка, видите, за моей спиной. Что? Проснулась кошечка. Вы это слышите? Что, мяу? Будем сейчас прибираться тут с тобой. Вот это вот все. Будем прибирать. Так вот, мне нравится, как смотрится эта чайка в моем интерьере с этими бежевыми стенами. По-моему, круто. Я еще не вставила ее ни в какую рамку. Просто поставила вот так на... Облокотила на стену, но она так держаться не будет, потому что это же просто бумага. Ее надо либо вставлять в рамку, либо надо как-то крепить к стене. Но к этой стене я ее крепить не буду, потому что тут мы смотрим на проекторе фильма. Тут нам нужна стена пустая. У меня тут стоит завтрашний день на календаре, потому что завтра я буду выпускать видео с готовыми работами. Завтра выходит мастер-класс на чайку. Потому что все, я его доделала. Мне осталось только там, ну, такие последние моменты. Последние моментики просмотреть еще раз. Вот. Так, и что? И что? Да, и завтра выйдет мастер-класс. Не знаю, когда выйдет этот влог, но у меня первые 4 дня скидка. Вот. Я тут прям по бумажке читала, потому что давно не снимала готовую работу своей. С февраля месяца. Представляете, с тех пор, как я показывала вам еще своих ангелов и пингвинов. Вот с тех пор я не снимала. Тут мне задали такой вопрос интересный в комментариях, чтобы я поделилась мотивацией относительно того, что как я могу вязать летом. Что оказывается, кто-то летом ему сложнее вязать, как-то не хочется и так далее. Вот напишите, кстати, как у вас, зависит ли у вас вот эта вот ваша тяга к творчеству, к вязанию в частности, от времени года. Меня это вообще не зависит от времени года, вот от слова совсем. Потому что моя мотивация, моя работоспособность зависит от моего количества энергии. А мое количество энергии, оно не зависит от времени года. Там есть очень много разных факторов. Поэтому, скорее даже, наверное, наоборот, летом энергии больше у меня, потому что, ну, длиннее, да, световой день, больше солнца. Как-то вот на душе как-то веселее, да, как говорится. Вот, поэтому, наверное, даже летом мне еще больше хочется работать. А так как вязание это моя работа, то вот так. Но, в принципе, если, допустим, у человека есть основная работа и вяжет он в свободное время, то, возможно, летом это свободное время хочется потратить как-то иначе. Например, на прогулки, на какие-то поездки, на путешествия. Потому что все-таки лето, не хочется вот терять вот это вот теплое, да, время, вот эти солнечные деньки. У меня же нет такого. То есть я, в принципе, куда-то выхожу, гуляю, летаю, путешествую круглый год. Ну, то есть это не зависит от времени года, опять же. Вот, поэтому у меня ничего особо не меняется летом. Что зима, что лето, все одинаково. У меня бывают периоды, когда у меня энергии мало, когда у меня нет сил, когда ничего не хочется, когда вообще ты не то что на нуле, ты вот просто на дне, ты даже в минусе. Такое, конечно, тоже бывает и у меня. Я вот только недавно сама вышла из такого состояния. Из такого тяжелого, затяжного, ужасного. Не то что ужасного. Я не хочу оценивать это как плохо или хорошо. Просто вот это очень, очень такое неприятное состояние, которое длилось у меня, наверное, месяца три. И вот я только-только начинаю сейчас из него потихонечку выкарабкиваться. И это не связано со временем года, с погодой за окном даже. Нет, это с этим не связано. Поэтому сейчас у меня как-то такой, знаете, прилив энергии. Пока что, да. Пока что мне хочется работать, хочется творить. Но было тяжело. Последние несколько месяцев было очень тяжело. Вот так. Поэтому, конечно же, и работать хотелось меньше. И вязать хотелось меньше. Вот так. Поэтому на этот вопрос у меня такой ответ. А сейчас я буду здесь все прибирать. После моих съемок. Так. После съемок буду все прибирать. Тут уже, видите, кошечка разлеглась. Тут в моих чайках нет. Нет, дорогие. Что, друзья? Привет, новый день. Сегодня 9 июня. А это значит, что вышел мастер-класс. Ура, ура, ура. Я очень рада. Все, мастер-класс готов. Я выложила его также и на сайт Boosty. Совсем забыла об этом сказать. Кстати, в своем видео с готовыми работами. Которое сегодня тоже я смонтировала, выложила. Да, для тех, кто живет не в России. И раньше приобретал мои мастер-классы при помощи PayPal. Сейчас я загрузила мастер-класс по чайке на сайт Boosty. У меня есть ссылка там в Инстаграме. Надо, наверное, еще тут будет оставлять. Под каждым роликом. Вот. Там такая система. Там платный пост. Вы покупаете пост. И вам открывается он. И в нем уже внутри самого поста есть файл. То есть можно вставить файл. Поэтому цена там точно такая же, как и на моем сайте. В общем-то тоже сейчас идут скидки. До 12 июня. Так, а я собралась. Та-да-дам, та-дам. У нас наконец-то лето. 25-27 градусов. Прям вообще кайф. Даже волосы можно... Не то, что не сушить. Я их в принципе никогда не сушу феном. У меня даже фена нет нормального. Но прям идти с мокрыми вообще не париться. Потому что лето. На самом деле мне нужно в торговый центр. Я тут поняла, что у меня белые футболки как-то пришли в негодность практически все. Мне нужно обновить их. Простые белые хлопковые объемные футболки. Возможно, даже я в мужских отделах посмотрю. Я вообще часто люблю в мужских отделах себе покупать одежду. Например, вот мужские рубашки, пожалуйста. Это вот размера XL. И не представляю вообще свою жизнь без мужских рубашек. Это для меня самый, наверное, носибельный предмет гардероба. И зимой, и летом. И от солнца, и от холода. И как второй, и третий слой. В общем... Ну, не третий, наверное. Как первый, как второй слой. И под пиджак. И вот на топ. Короче. Все. Так, где моя сумка? Конечно же, я беру с собой свою неизменную сумочку. Вот эту вот. Вязаную. Я вообще не представляю тоже, как я без нее раньше жила. Это супер универсально, супер удобно. Такой шоппер. Авоська. Так. Да, наверное, поедем в ТЦ Европейский. Что-то мне захотелось туда. Давно там очень не было. Там походим. Посмотрим все, что нам нужно. Потом, наверное, там прогуляемся. И пообедаем. Такой план. Так что, наверное, возьму вас с собой. Что-нибудь, может быть, поснимаю. А может и нет. Так что. Лето. Юбка. Солнце. Новый мастер-класс. Ура-ура. Я очень-очень довольна. Так. Ну что, я в примерочной. Но брала здесь себе несколько футболок. И одну взяла зеленую. Сейчас мерить. Короче, белые мне не подошли. Футболки вообще не одна. А вот это ярко-зеленый такой цвет вообще просто шикарный. Конечно, не с этой юбкой. Но вот такая объемная. Цвет не совсем точно сейчас передает. Он такой прям яркий-яркий, травяной. Он такая комфортная, удобная. Такая эска прям огромная. Я думаю, что классно с легенцами. Ну, с какими-то такими узким низом каким-то. С велосипедками, с джинсами, возможно. Вот. Мне кажется, мне такой цвет идет. Рукава длинная. И нравится мне ворот. Так что вот эту я, наверное, возьму футболку. Забелла называется, пришла. Возьму зеленую. Пришли в селу. Я, кстати, не взяла там эту зеленую футболку. Сейчас померю здесь еще парочку. И вот такие штаны у меня отложены на вамбрис. Они там дешевле. Почти на тысячу. И я хочу померить, как они мне. Пораз не работают. Мне даже лень достать фотоаппарат. Потому что, ну, это что-то невероятное. Мы идем сейчас с Эмилией из Европейского. Посмотрите, что мы видим перед собой. Ой. Такая красивая Москва. А там прям черное-черное небо. И только что фонари включились. Ой, как классно. А мы идем. Наконец-то в юбочках. Все, с голыми ногами. Потому что тепло. Лето пришло. Друзья мои, сегодня у нас уже следующий день. 10 июня. 10 июня. Вчера ничего уже мы не поснимали. В общем, помните, я вам показала, что я хотела купить зеленую футболку. В общем, я ее не взяла. Что-то, как ты придумала, заказала другую на васбрис. И белую футболку, оказывается, найти не так-то просто. Все они какие-то не такие. То они не так сидят, то они слишком, знаете, тоненькие. В общем, не держат форму. Или какие-то широкие плечи. Или набротузские плечи. В общем, я в итоге нашла одну футболку в магазине Селла. И она прям была идеальная. То есть она была очень такая плотная. Она так хорошо держала форму. Покроя. Она была такая слегка оверсайз. Но не слишком сильная. Не слишком длинная. Не слишком короткая. Короче, просто вообще шикарная футболка. Знаете, еще такая была прям она вот гладкая. Такой прохладный материал. Но она стоила 1800. Я посмотрела на Валберис. И эта футболка там стоит 950, по-моему. Я ее заказала на Валберис. Так что я померила. И заказала. Должна скоро прийти. Что еще? Сейчас, значит, должен приехать Костя. У нас сегодня пятница. И мы поедем за город к нашим друзьям. Вот. Я прям в предвкушении. Потому что у нас прям вот лето началось. Настоящее лето. Время напитков со льдом. Я уже сегодня, видите, в шортах прям вот ходила. Я сейчас так и поеду. Правда, я взяла с собой там джинсы и кардиган тоже на всякий случай. Мы едем на сутки. То есть уже завтра вечером мы вернемся. Да, беру с собой плед вязать. И вообще, знаете, вот прям я закончила такой большой проект именно вот с чайкой. И у меня прямо, знаете, крылья за спиной вырастают. Хочется вязать дальше. То, что у меня там было в планах. Вот мы с Эмили вчера встречались. И, в общем-то, скорее всего, да, мы будем с ней вязать наш совместный проект. Вернее, работать над ним. Так что я пряжу уже даже на него купила. В общем, думаю, что... Думаю, что все у нас получится. Так, да, плед беру с собой. Я вам не помню, показывала или нет. Ну, в общем, у меня на данный момент уже 7 полосок здесь. Давайте я прям, наверное, весь его разворачивать не буду. Ну, вот тут у меня 7 полосок. И я связала, по-моему, еще несколько квадратов. 2 или 3. Потому что, повторюсь, прям от последних дней у меня вообще не было времени. На него я все время занималась мастер-классом. Вот. Так что, да, осталось мне еще, получается, ровно 10 полос. И я вот взяла с собой тут пряжу на полосочки. Вот крючок, ножнички, вроде бы все взяла. Чтобы, главное, ничего не забыть. Так. И, наверное, давайте будем с вами на этом прощаться. Я не знаю, что-нибудь я поснимаю там или нет. Может быть, какие-то прям маленькие-маленькие кусочки. Так чисто такие, знаете, атмосферные. Вот. Кстати, вы мне писали прям очень такие положительные отзывы и добрые слова по поводу моего прошлого. Или, наверное, уже какого-то. Не помню, в общем, одного из прошлых видео, где мы ездили тоже за город на 2 дня с ребятами, праздновали дни рождения. Я как-то сначала думала, что я ничего не буду снимать, но по привычке я всегда снимаю ром-тур, когда я куда-то приезжаю. И в итоге, да, действительно получилось не очень много материала, но в то же самое время он получился такой прям вот душевный, атмосферный. И мне кажется, что у меня получилось именно вот таким настроением с вами поделиться. Так что, может быть, какие-то зарисовочки и будут. Но ничего не обещаем. Так что вот. Всё, друзья, мы выезжаем. Я взяла с собой купальники. Там есть вроде бы какой-то водоём. Если уж я открыла купальный сезон 15 мая в Сочи в 15-ти градусной воде, посмотрим, какая тут водичка. Может, я тоже искупаюсь. Мне кажется, я искупаюсь. Я прям почти 100% даём, потому что я вообще, знаете, та ещё русалка. Я обожаю купаться, обожаю плавать. И если вот вода терпима, я, конечно, не морж, я не купаюсь там в очень холодной воде. Но если она терпима, то я, скорее всего, в воду залезу я, потому что прям вообще тот ещё пловец. Ну ладно. Всё, спасибо, что были со мной. Не забывайте приходить на мой сайт ulikas.com. Я вас целую. До новых встреч. Всем пока. А мы всё едем, едем. Темнеет уже. Оказывается, нам ехать довольно-таки долго. 158 километров. Я, конечно, ещё не устаю удивляться таким московским расстояниям. Большим. Так что мы только к 11.30. Ой, нет. Да. К 11.20 только доедем. Вечер. И, честно говоря, я ничего не вязала. Я взяла с собой плед повязать, но пока ещё не вязала. Вот так. Наверное, завтра на обратной дороге поверну. Ещё полтора часа нам ехать. Вечер. Субтитры субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...